С июля этого года вирус мозаики пепина был добавлен в перечень карантинных объектов для Евразийского экономического союза. В этом списке также вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус пятнистого увядания томата. Исследования на их выявление в нашем регионе проводят специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории. С июля текущего года в нашем учреждении было проведено более двух тысяч исследований по обнаружению вируса мозаики пепина, вируса коричневой морщинистости плодов томата и вируса пятнистого увядания томата в плодах томатов и перцев методом полимеразной цепной реакции. При этом было выявлено 13 случаев заражения вирусом мозаики пепина и 4 случая коричневой морщинистости плодов томата. Своевременное обнаружение этих вирусов позволяет не допустить их распространения на территории Российской Федерации. Специалистами управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в 22 партиях подконтрольной продукции были выявлены вирусы морщинистости плодов томатов, а также вирус мозаики пепина. Это одно из наиболее опасных вирусных заболеваний томата закрытого грунта в мире. Наиболее типичным симптомом является мраморность плодов, которая наносит огромный ущерб и значительно снижает товарные качества. Данная продукция поступала в основном из Республики Беларусь, а также с территории Турецкой Республики. Кроме того, в одном случае вирус был выявлен в продукции, которые пытались нелегально ввести на территорию нашей страны без прохождения фитосанитарного контроля, а также без необходимых документов. Данный факт говорит о том, что подобные нелегальные поставки наносит не только ущерб экономике страны, но и способствует ухудшению фитосанитарной обстановки, а также способствует распространению опасных карантинных объектов. Эти вирусы не опасны для человека, однако зараженность одним из них снижает качество плодов и может вызвать потерю урожая. Это значительный ущерб для овощеводства страны. Лабораторные исследования позволяют избежать распространения вирусов и сохранить урожай. Екатерина Зойдина, Александр Власов. События. Брянск.